Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня на коррекцию пришли вверх растущие ноготки, у которых был сорван мизинчик. Начало истории было вот в этом видео. Сейчас ноготок выглядит совсем по-другому. Он прирастает, но видоизменяется слегка. Ощущение, что было утолщение ногтя. И от кутикулы сейчас он начал расти чуть тоньше, то есть нормальным. Но до этого он был такой уплотненный. Видимо, организм в стрессе наращивал большое количество клеточек и слоев ногтевой пластины, чтобы быстрее восстановился пальчик. И это, конечно же, сработало. Сейчас мы будем делать коррекцию и, наконец-таки, нарастим поврежденный ноготок. И рука клиента будет полноценная. Но вначале я хочу сделать маленький анонс. Сейчас в самом разгаре новогодние скидки. И в интернет-магазине Odiva распродажа до 90% в разделе ликвидация. Там, кстати, появились новые товары. Также скидка на весь каталог от 10 до 15% и только до 29 декабря. В распродаже участвуют зимние товары, декор для ногтей. Также вы найдете много подарков для родных и близких. Можно порадовать знакомых приятной мелочью, как крем с восхитительным пряным ароматом. Или целые наборы для ухода за волосами. Ссылка на разделы с акциями в описании к этому видео. А мы возвращаемся к ноготкам. На этих руках держится отлично акригель, то есть твердый материал. И я помню, что вам интересна тема с исправлением вверх растущих ногтей способом докладывания материала снизу. Но клиент после случая, когда сорвала ноготь, предпочитает короткую длину. И мне до сих пор не удается воплотить эту идею в жизнь. Но с короткой длиной на таких ручках я все-таки больше согласна. Сейчас мы каждый раз убираем длину настолько, насколько отросло и оставляем каждый раз короткие квадраты. Я снимаю материал на этих ногтях, оставляя объем по центру ногтевопластины и полностью на нет убираю на свободном крае. Потому что эта точка на кончике и так приподнята вверх. Поэтому объемом ее нельзя подчеркивать и делать еще выше. В тот момент, как по центру ногтевопластины, наоборот, нужно заполнить провальчик материалом. После снятия старого покрытия я подпиливаю торец, затем нижние параллели освежаю, так сказать. Придаю более четкий вид квадрату. И опиливаю натуральную ногтевую пластину для сцепки с материалом. На мизинчике также выполняю опил. Ногтевую пластину нужно слегка поцарапать, чтобы эти чешуйки хорошо сцепились с материалом. Свободный край на этом ноготке особо не трогаю. После этого маникюр. Он будет у нас сегодня комбинированным. Я уже говорила на примере с другой моей клиенткой, у которой тоже вверх растущие ногти. Что с ними нужно внимательно следить за постановкой фрезы. В тот момент, когда выполняете маникюр. Чтобы наклон фрезы был не больше 40 градусов относительно ногтевопластины. Той ее части, которая находится ближе к кутикуле. И чтобы фреза не поднималась вверх на кончик. Так носом вы нацарапаете пропилы. А иногда хочется задрать фрезу выше, потому что неудобно и непривычно, что свободный край ноготка мешается. Маникюр у нас готов. Я использовала только фрезу пламя и ножнички. Дальше покрытие. Обезжириваю тщательно ногти. Наношу бескислотный праймер, потому что на этих ногтях отлично держится покрытие. И от слоек от кутикулы у нас нет. Если появились бы, то дополнительно дегидрировала бы и наносила бы кислотный праймер. Он дополнительно подсушивает ногтевую пластину. И потом бы уже наносили базовый слой. Под акригель я наношу его тонко. Нам нужно нарастить обновленный ноготок, чтобы он не выделялся. И наконец-таки сделать ему покрытие. Но обычная форма под этот ноготь не встает. Поэтому проще и удобнее нарастить на верхние формы. Выложила в форму полигель. Кстати, полигель и акригель особо не отличаются между собой. Об этом и многом другом я хочу рассказать вам в видео вопрос-ответ. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. А я прикладываю форму к ногтю. Прижимаю, но не сильно, чтобы акригель не вылез весь из формы. Отправляю сушить в лампу и все. Снимаю форму и готово. Убираю лишнюю длину, наплыв у кутикулы. Я поэтому специально много отступила от кожи, чтобы легко было спилить. И после этого выкладываю маленькую горошинку акригеля, чтобы не было голого участка ногтя. И готов наш ноготок. Коррекция на остальных ногтях абсолютно обычная. Я начинаю раскладку материала от кутикулы. Свожу материал там на нет. И потихоньку сдвигаюсь к центру ногтя. Формирую апекс и свожу материал на нет на кончике. Кисть я смачиваю специальной жидкостью для полигеля. Она есть у меня маслянистая. Но также можно использовать любую спиртосодержащую жидкость. С ней тоже материал не будет прилипать к кисточке. Выполняю небольшой опил после выкладки. И теперь ногти готовы. Насчет дизайна вариантов было немного. Решили попробовать кошачий глаз на пару пальчиков. Но основным цветом сделать фиолетовый. И так как моя модель ни разу не пробовала покрытие из кошачьего глаза, то я ей сказала, что она 100% будет залипать в него, играясь с бликом. И по итогу она решила сделать кошкой все ногти. Получилось очень эффектно. Немного даже по-зимнему, так как кошка синяя. Ноготок на мизинчике теперь не выделяется у нас. И у меня на этом все. Всем желаю творческих успехов. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока.